Здравствуйте, я Минахова Зельна. Сегодня мы с вами поговорим о добропорядочности. Каждый из нас, наверное, задавался таким вопросом, что же такое добропорядочность и в чем она проявляется. Так вот, сейчас я вам более подробно расскажу, что же это. Добропорядочность, как качество личности, способна всегда получать крайне позитивную оценку со стороны общества за свой образ жизни и проявленные добродетельные качества личности. Исходя из этого, можно сделать следующий вывод, что добропорядочность содержит в себе такие качества, как справедливость, доброта, порядочность и честность. Так вот, доброта – это нечто положительное, всегда хорошее и полезное, и запомните противоположное зло. Что же такое справедливость? Быть справедливым значит использовать свои права, не нарушая при этом чужих прав. Порядочность, как качество личности, способность следовать моральным нормам, неспособность на низкие поступки, на неэтичность к соперникам в трудной для них ситуации. Что же такое честность? Быть честным означает искать и отстаивать правду. Это значит вести себя так, чтобы не было разницы между тем, что мы думаем, и во что мы верим. Таким образом, мы можем сказать, что честность состоит из двух частей – поиска правды и отстаивания правды своими поступками. Сейчас мне бы хотелось рассказать вам одну пословицу. Кто правдой живет, то добра нас живет. Народная мудрость убеждает нас в том, что во все времена в людях ценили честность, порядочность. И данная пословица тому подтверждение. Сейчас я вам расскажу одну притчу. Старательный дровосек честно собирал хворост. Ему хорошо платили и хвалили за трудолюбие. Только одно от него скрывали – хворост шел на костры инквизиции. Так вот, о чем же эта притча? В ней говорится о том, что человек всегда должен осмысливать свои поступки, предвидеть их последствия, знать, что получится в результате, то есть добро или зло. Сегодня мы с вами обсуждали, что такое добропорядочность и добро. Так вот, также вы должны знать, что существует зло. Такое зло, творимое людьми, ведет к деградации нашего общества. И имя этому злу – коррупция.